МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Итак, ребята, у нас с вами сегодня финал. Очень ответственный день, очень волнительный. Как вы настроены? Ульяна, как ты думаешь, кто победит? Я не знаю, но думаю, что я. Так, хорошо. Арсений, а ты как считаешь, хватит сил на победу догнать Ульяну? А может быть, и перегнать? Хватит? Но ты постараешься, приложишь все усилия. Молодец. Мне нравится ваш боевой дух, ребята, настроенность. Прежде чем приступить к нашему первому состязанию, предлагаю посмотреть, чем закончилась вчерашняя борьба. Внимание на экран. Третий соревновательный день выдался непростым. Ребятам пришлось читать, писать, соревноваться в знаниях и скорости. У Ульяны гроза, у Арсения молния. Но я хочу вам сказать, что здесь правильно отгадал Арсений. Это действительно молния. Сегодня финал, которому Арсений успел набрать 26 фишек, а Ульяна на 4 больше. Как показывает практика, это совсем незначительный разрыв, а поэтому самое интересное еще впереди. Итак, ребята, хочу сразу сказать, что в нашем соревновании проигравших не бывает, потому что самое главное – это безопасность ваша и всех, кто вас окружает. А после наших соревнований, после четырех конкурсных дней, вы о безопасности будете знать намного больше. Впрочем, мы отвлеклись с вами от темы. Я думаю, что пора приступать к нашему первому испытанию. Как вы, согласны? Да. Мы с вами три дня подряд, ребята, говорили о правилах поведения на природе. Мы научились, знаем, как себя вести, если вдруг вы потерялись. Мы научились, как разводить правильно и как тушить костер. Чем может быть опасна гроза. Это все вы теперь уже знаете. Очень хорошо. Вы эти правила, ребята, пожалуйста, запомните и в жизни обязательно применяйте на практике. Никогда о них не забывайте. Итак, ребята, тема финала – такие полезные и опасные насекомые. Ребята, первое наше задание на сегодня будет самое любимое, наверное, детское задание. Это отгадывание загадок. Я буду вам загадывать загадку, а вы ответ будете писать на доске. Кто справился первый, говорит, я справился, вы уже знаете это условие. И я читаю следующую загадку. Пожалуйста, отправляйтесь к своим доскам. Так, ребята, слушаем первую загадку. Писать начинаем после того, как я закончу читать. В темном уголке живет, шелковую нить плетет. Он тайком сюда забрался, строить новый дом собрался. О ком идет речь в этой загадке, пишем. И кто справился? Я готов. Я готов. Так, молодцы, ребята, вдвоем ответили, отгадали эту загадку. Правильно, это у нас кто? Паук. Но Арсений был чуточку быстрее Ульяны, и поэтому ему три фишки за скорость и одну за правильный ответ. Держи, Арсений, положи в свое. Ульяночка, я тебе сама положу две фишки в твою коробочку. Слушаем следующую загадку. Арсений, направляйся к своей доске. Те, с кем рядом я жужжала, помнят, у меня есть жало. И на брюшке полоса, потому что я кто? Я готова. Я готов. Вот, ребятки, вы, конечно, молодцы, но отгадка в этой загадке оса. Слушаем следующую загадку, а здесь никто не получает фишки. Над цветком она жужжит, к улью быстро так летит. Мед свой в соты отдала. Как зовут ее? Быстренько пишем и говорим. Стоп, кто закончил? Я. Я за... Стоп. Так, Ульяна написала быстрее, Ульяна написала правильно. Арсений тоже ответил правильно, но был чуть-чуть. Оказалось быстрее, Ульяна. Итак, вот поэтому Ульяне три фишки, Арсению две. Этот маленький злодей, зверя грозного страшней. На ветвях в лесу живет, не росу, а кровь он пьет. Настоящий паразит и несет энцефалит. Облик страшен и зловещ. Берегитесь, это... Пишем. На ветвях живет, кровь пьет, паразит, несет энцефалит. Кто это такой? Не забудьте сказать стоп. Готов. Стоп. Комар. И у Ульяны комар, ребят. Клещ, ребята, в этой именно загадке. Я хотела написать, но подумала на комар. Нормально. Главное, что вы на равных, ребята. Складываете фломастеры. Итак, считаем, кто сколько заработал в этом конкурсе? Я шесть. Арсений шесть и Ульяна шесть. Молодцы, шесть-шесть. Ну а сейчас, ребята, наша встреча четвертая, последняя вот с вашей парой. Мария Александровна выходит с нами на связь и готова рассказать вам еще что-то интересное. Давайте послушаем. Ребята, привет. Здравствуйте. Каждое лето многие из нас проводят на даче или в деревне, где природа радует нас всевозможными красками лета. Цветы очень привлекают своей красотой не только людей, но и различных насекомых. В том числе, таких опасных, как пчелы и осы. Ребята, а вас когда-нибудь кусали эти насекомые? Ребят, Арсений и Ульяна кусали когда-нибудь? Да. Меня кусали. Ульяне повезло. Тебе, Арсений, не очень. Да, кто тебя кусал? Оса. Оса. В ухо и в ногу. Моя мама тоже кусала. Пчела. В язык. Да язык, вот это да. Моего дедушка тоже. Мама коктейль выпила с пчелой. Я не заметила этого насекомого. Ладненько, ребятка, слушаем дальше. Марию Александровну. Как вы думаете, как правильно себя вести, чтобы избежать их укуса? Давайте отвечать по очереди. И за каждый правильный ответ вы сможете заработать по фишке. Судить вас будет тетя Света. Да, я буду судить. Арсений поднял первую руку. Арсений, ну как? Нужно стоять смирно. Либо нужно всегда смотреть, где эти насекомые. И если быть неаккуратным, они могут так укусить. Но если стоять смирно, они не будут кусать. И если их не трогать. Правильно, нечего раздражать насекомых. Молодец, Арсений. Фишечку дам еще. Послушаем Ульяну. Еще не надо разорять пчелиные ульи. Потому что тогда, если пчелы заметят, что улья разорен, они могут покусать человека, который стоит рядом. Умничка. Молодцы, ребята. По фишке заработали. Держи. Арсений. Ребята, при встрече с осами или пчелами ведите себя спокойно. Передвигайтесь медленно, без резких движений, продвигаясь подальше от места их обитания. Помните, что от пчелиных пасек и ульев надо играть на расстоянии. Не пытайтесь поймать пчелу или осу. Гулять по лугу босиком тоже очень опасно. Если вам повстречалась оса, не отгоняйте насекомое руками. Размахивая, вы еще больше привлечете к себе внимание и можете быть ужалены. Ребята, если вас все же укусила пчела или оса, самое главное, поскорее сообщите об этом взрослым. Попросите их оказать вам первую помощь. Ведь укус такими насекомыми может не только быть болезненным, но и стать причиной появления очень опасной аллергической реакции. Ребята, я желаю вам быть внимательными на своем жизненном пути. А на сегодня это все. Удачи вам и, конечно, победы! Спасибо! Спасибо! Итак, ребята, прежде чем узнать, кто же станет победителем всей нашей игры, нам с вами нужно пройти еще одно самое важное испытание. Пожалуй, сейчас мы не будем считать наши фишки заработанные, потому что последний конкурс может все изменить. А все дело в том, что он очень, так сказать, дорогой. За каждый правильный ответ вы сможете заработать целых три фишки. Так что будьте очень внимательны. У нас на карточках вопросы. Вы тянете по очереди карточку и отвечаем полно на вопрос. За каждый правильный ответ четыре фишки. Сейчас мы потянем жребий. Кто у нас будет первым? Выбираем руку. Арсений будет первым. Арсений, тяни карточку. Читай, пожалуйста, вопрос. Как правильно тушить после себя костер? Нужно его хорошо затушить, нужно землей его хорошо затушить. Можно водой, песком можно. Молодец. Абсолютно точный верный ответ. И три фишки отправляются в твою копилку, Арсений. Держи. Молодец. Давай, Ульянушка, твой вопрос. Что делать, если ты заблудился в лесу? Нужно как можно громче звать людей, чтобы они пришли за тобой. А если при тебе есть мобильный телефон, то нужно позвонить родителям и описать точно свое местоположение. Умничка. Ну-ка давайте еще раз напомним и себе, и нашим маленьким телезрителям, если вдруг кто-то еще не знает, по каким номерам нужно звонить в МЧС. 101-112. Молодцы. Ульян, тебе три фишки. Молодец. Какие вы молодцы, ребята. Вы меня все время только радуетесь. Умнички. Арсений, давай. Твоя карточка. Твой вопрос читай. Можно ли во время грозы прятаться под деревом? Нет. Потому что гроза, точнее молния, может ударить в него, а мы этого не заметим, и дерево нас ударит. Да. Да, Арсений, ты совершенно прав. Молодец. Все, Арсений уже заработал все возможные баллы. В этом конкурсе держи. Оба-на. Одна ускакала с 2-8-го. Ульяне так и просится. Что делать, если вас укусило насекомое? Нужно срочно бежать ко взрослым и рассказать об этом взрослым, чтобы они продезинфицировали или выняли жало. Умничка. Молодцы, ребята. Держи, Ульяна. Ну что ж, давайте считать, сколько сегодня вам удалось заработать фишек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, 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 девять. Тринадцать. У меня тринадцать. Тринадцать у Ульяны. А у Арсения сколько? Сейчас. Сейчас. Считай внимательно. У меня тоже тринадцать. Я же говорила, сильные. Одинаково. Одинаковые соперники, да. Итого у нас... Ребята, так, молчи, Ульяна уже подсмотрела, знает результат. Ребята, в нашей конкурсной борьбе, которая длилась целых четыре дня, с минимальным отрывом победила Ульяна. Арсений, как истинный джентльмен, мне так кажется, уступил. Вот это право победить для девочки Ульяны. Молодец, Арсений. У Арсения тридцать девять целых фишек, а Ульяны сорок три. Ребята, я за вас очень рада. Вы очень умные и талантливые детки. А самое главное, ребята, что вы сейчас знаете о безопасности намного больше. Я надеюсь, что вы все запомните и будете обязательно использовать в своей жизни все правила. Будете их помнить. Ну, а сейчас самый главный ответственный момент. Как вы думаете, какой? Получение подарков. Как и обещала я в нашей игре, без подарков дети не остаются. Поэтому давайте-ка я вам сейчас вручу. Ульяночка, отодвинься чуть-чуть. А вот я у себя достану. Арсений, это для тебя подарок. Держи, я тебя поздравляю. А это, Ульяночка, тебе. Молодцы, ребята. Но самый главный, ребята, подарок не этот, а тот, который находится у вас в голове. Это правило безопасности жизни и деятельности. Я вас поздравляю и прощаюсь с вами, ребята. До следующей встречи с новыми участниками в нашей стране безопасности. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok